Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что вы здесь сейчас не случайно, что ты вообще не случайно в Польше. Почему я здесь в Польше, в Варшаве говорю по-русски? Потому что Бог любит тебя. Я не знаю украинского языка, но говорю по-русски. И хочу тебе сказать, что Бог любит тебя. И хочу тебе сказать, что у тебя только одна жизнь. И ты решаешь, какая будет твоя судьба. Потому что Бог стал человеком и пошел на крест из-за твоих грехов. Из-за того, что ты нуждался в нем. Из-за того, что ты нуждался в спасении. Из-за того, что Бог стал человеком. И Он пошел на крест. И сейчас ты решаешь. Потому что Он сделал уже все. Он расплатился за тебя. Его святая кровь пролилась для того, чтобы ты мог иметь спасение. Иисус – это единственный источник жизни. Только в нем жизнь. Если ты придешь к Нему и целым сердцем попросишь Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем, Он придет к тебе. Если ты поверишь в это, что произошло на кресте Голгофы, ты спасешься. Ты не нуждаешься в никаких религиозных ритуалах. Ты не нуждаешься в никаких хороших делах. Ты нуждаешься только в том, чтобы смириться. Чтобы смириться и сказать «Да, я согрешил. Да, я жил без тебя. Да, я жалею. Я хочу тебя. Я верю, что ты пошел на крест на меня. Что ты умер и что ты воскрес. Чтобы у меня была настоящая жизнь. Иисус, я прошу тебя, ты будь моим Господом и Спасителем, если ты сделаешь это честно, если ты сделаешь это искренне в своем сердце, Он придет в твою жизнь. И Он спасет тебя. Он изменит твою жизнь. Просто придет в тебе мир, придет в тебе радость, потому что Дух Святой – это Дух мира и Дух радости. Это не Бог, который кладет большие беремена на людей. Он пришел, чтобы тебя освободить. Он пришел, чтобы тебя истелить. Он пришел для твоего спасения. Ты можешь это принять даром. Спасение даром. Спасение даром. Просто нужно смириться, поверить и принять все. Это спасение. Это спасение. Независимо от того, чем ты занимаешься сегодня, независимо от того, куда ты спешишь, ты нуждаешься, прежде всего, в этом, о чем я тебе сейчас рассказываю. Ты нуждаешься, во-первых, в этом, чтобы смириться перед Богом. Потому что придет такой момент, что ты умрешь. Раньше или позже это придет. И ты не знаешь, когда это будет. Завтра некоторые люди не проснутся. Не каждый человек проснется завтра. Ты не знаешь, проснешься ли ты завтра или нет. Ты этого просто не знаешь. Нужно прийти к Богу. Каждый человек нуждается в этом. Каждый человек нуждается в этом. Ты тоже в этом нуждаешься. И я тебе хочу еще одно сказать. Иисус возвращается на эту землю. Он возвращается сюда, как большой царь, царей, Господь, Господь, Господь. Он возвращается, как судья. И тогда будет судить людей. Если ты хочешь пойти на небеса, когда умрешь, ты пользуйся этим временем, которое сейчас. Это время благодати. Ты сейчас можешь прийти к нему. Пока есть время благодати, пока он еще не вернулся на эту землю. Потом будет слишком поздно. Это очень важно, что ты сейчас слышишь. Это самое важное в твоей жизни, что ты до сих пор услышал. Ничего важнее нету. Ничего важнее нету. Поэтому смирись прийти к Богу. Позови имя Иисуса. Попроси Его, чтобы Он пришел в твою жизнь. А Он придет, потому что Он верный, потому что Он добрый. Только нужно в том, чтобы смириться. Чтобы перед Ним покаяться. Чтобы извиниться, что это была ошибка, что ты жил перед Нимом. Он единственный спаситель. Он единственный источник жизни. Он единственный источник всякого добра. Приди к нему.